Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии. В пятницу, 23 февраля, меня зовут Наконечник Александр, и сегодня же торговая сессия с вами проведу я. Из наиболее важных событий в экономическом календаре на сегодня это отчет ПВОП Германии. Квартальные годовые данные уже вышли, а квартальные данные на чепущий момент времени составляют минус 100,3%, а годовые минус 100,2%. Если мы посмотрим сейчас на котировки евро-доллара, то снижение здесь пока не видно. Евро-доллар продолжает находиться в восходящем тренде, и смотря на текущие данные, продолжает свой восходящий тренд. Но так и иначе, в глобальном плане мы ожидаем, что евро-доллар будет снижаться. Индекс доллара на фоне вчерашнего падения до уровня 103.20 за вчерашний день отыграл все свое падение и достиг отметки 104. На текущий момент времени торгуется на отметке 103.80. То есть мы ожидаем, что текущий рост будет продолжаться. Нефть марки Brent на текущий момент времени торгуется на отметке 82.20, и, судя по техническому анализу, цена уже постепенно переходит в нисходящий тренд. Мы ожидаем, что в скором времени нефть марки Brent будет котироваться ниже отметки 80 долларов за баррель, а вероятнее всего это уже будет на следующей неделе. Вчерашние данные по запасам нефти показали, что запасы выросли на 3,5 миллиона баррелей, и это дополнительный двигатель к тому, чтобы нефть сейчас перешла в нисходящий тренд. Золото. Золото на текущий момент времени торгуется на отметке 2020. Судя по техническому анализу, судя по фундаментальному анализу, золото в ближайшее время может перейти в нисходящий тренд. Мы ожидаем, что стоимость золота в ближайшее время достигнет на отметке 2000 долларов, и, возможно, в ближайшей перспективе будет торговаться ниже этого значения. Это были все наиболее важные события на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли, и всего наилучшего. Продолжение следует...